Мы вам расскажем про средневековое настоящее, не вот это вот, Диснейленд, что пришли там и там думать. На самом деле это было все страшно и ужасно. Мы вам с большим расскажем про это оружие, для чего оно, как им убивают. Мы представляем шотландскую пеховку. Эти люди были наемниками, обычно наемники. Легкие копии, они у тебя копии, они очень удобные, легенькие. Обычно их вложили вот в такой подсумок, видите, вот там 3, 4, 5. Ну что, было нелегко, ты его накинул и побежал, сюда можешь вынести, метнуть и обратно. Дальше были арбалеты. Шотландцы, большинство использовали арбалеты. Потому что французская армия была основной с арбалетчиком. Луки не мажут, меньше всего их пользуются. И инсультанцы брали, арбалеты тоже, где ты с ними. Арбалетчик хорошо. Его зарядил, ты с ним можешь ходить. Понимаете? А лук надо на тяже стрелять. Даже по-римски, вот я уже не понял, как по счёту, пи. Голюшка, пи. В французском христиане не воевали между собой с арбалетами. Потому что очень массово истребляли. Только поясню, в сарацузском, ну, мусульмане славя, понимаете. Вот, к примеру. Вот такое, наконечное. То есть, бронирование. За хранение людей, которые раскапывают, находят с болтами. То есть, наконечки болтов в лице. То есть, били в лицо. То есть, морла стоять. Куча солдат. Эрболистчик дал команду, они в шерцать. Вот, бах, прям болезут. Близкого расстояния, представляете. То есть, бьются, и вот ему кидаются стрелки. Они так все пришли. Навесом, ни вцо. Ра! Сиди. Или, оп! Га! Понимаете, обманываю. То есть, просёк. То есть, это как большой нож. На наконечку. Так же строится. Сиди. И наступали. Скорили, оп! Назад. Вниз, ногу, оп! Шлем, оп! Если падал солдат, например, с ним убиваются. То есть, где моя еда? Не покажешься. Например, мы сражаемся, и меня убивают. Не надо, я падаю. Стой, если даже сатыкал кто-нибудь. Потому что всегда были знаменитые. Или сужался. Потому что, не дай бог. Их разтропят, их как свиньи болит. Это серьезно. Это типа боевая коса. То есть, господи, лёпы и такое, что-то делали, там крутили. То есть, без разницы. Взяли, и всю такую набили, так вот именно штыр. Взяли, и это всё могло резать. Ой, такое отверстие, очень мало. Драблящие. Вот такие. Это крестьянское. Не просто дубовое полено. Загоняли шипы, грубо говоря, гвозы, гвозы были такие. Они, не как сейчас, проволока, всё, всё малахово. Вот такие. Рыцари любили такими драться. Конечно, но плюс, что ты его загонишь, можешь не вырить. Плюс, ход можно завалить. Если, представьте, человек 20, возьмут такие, кинут туда, но кто же будет по шипам? Никто, ни один кавалерист, ни один солдат. Парица. Тоже дробящая. Ломали ей черепь в ноги. Руки. 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 Не обязательно бить туда пошли. Тоже туда подвалить и стихонуть. Ну, мы просто рубимся, но не бой. Какого-то нас прошли нельзя. Если враги наступали, замечали хорошо длинные копья. Растекать эти копья, понимаете? Или по руках. То есть, подныривали, ба, и всё. Руки нет. Если пила зубчатая, сразу что залазит, это зуб. Сразу впивается. А если же его потянуть, то полухи ты уже его отрезаешь. Очень удобно. Хоп! 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 Главное, техники не как бы привыкли. Подходит. Нет. Быстрота! Быстрота! Не надавить, а обмануть. Пьёшь? Хоп! Хоп! Привайся, чтобы человека обмануть. Вот за руку, и при сеночке. Ты даже не будешь думать. В бою ты никогда не думаешь. Это всё уронёт. Я подумал, там и за этим. Чего ты не заметишь? Когда ты сможешь сквозь врага, давайте с тела учим. Фошарь! Боевая коса! Тоже ручный. Очень страшный. Видите? Как тела. Тоже мой красавец. Шипами. Всё. То есть именно для пробивания дуб. Всё. Рожи! Вы ещё будете пригореться. Вы смотрите, тут куча рожей. Вы можете потрогать, посмотреть. Только смотрите, мы их заклёпываем за судья. Но всё равно режут руки. Режут руки. Дай тебе Бог, это разрешается вам. Большое вам спасибо. Заходите. Спасибо.